Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Кремлевский диктатор Путин вечером 21 ноября экстренно сделал ряд заявлений. Сначала он заявил, что по территории России было применено западное дальнобойное оружие. Так, 19 ноября с шестью ракетами «Атакамс» и 21 ноября с системами «Шторм Шэдоу» были, говорит, нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. 21 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами «Шторм Шэдоу» производства Великобритании и «Химмерс» производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Наша система противовоздушной обороны отражала эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшие на складе боеприпасов в Брянской области возгорания от падения обломков ракеты «Атакамс» ликвидированы. Жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Дальше он заявил, что конфликт в Украине после удара западными ракетами по РФ приобрел глобальный характер, а поставленные противником цели при ударе западным дальнобойными ракетами по РФ не достигнуты, заявил Путин. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области. Также тот сказал, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против РФ, и назвал применение новейшей ракеты «Орешник» под Днепру ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет, заявил Путин. И РФ будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий. Противника и цинично добавил, что РФ будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет. Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекта для поражения такими системами, как «Орешник» на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям, открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов. Это 2,5-3 км в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе, подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. «Орешник», о котором говорил Путин, совершенно новое оружие. И речь о нем и его разработке ранее не шла. Также он заявил, что именно США стали той силой, что разрушила систему международной безопасности. По его словам, он в любом случае будет готов к любому развитию событий. И в случае эскалации Россия нанесет решительный и зеркальный ответ. То есть он прямо грозит западным странам атаками. «Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению. Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Повторю, испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Продолжая курс на эскалацию спровоцированного западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного, высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно. Друзья, обязательно оставьте свой комментарий, все, что думаете об обращении кремлевского диктатора Путина. И до следующего выпуска.